Всем привет, с вами интернет ресурс megaobzor.com и сегодня мы посмотрим на обзор приставки TVON B2200. Продажи этой приставки уже стартовали на российском рынке, она нашим покупателям обойдется в 6490 рублей. Поставляется приставка в яркой упаковке из плотного картона, внутри кроме самой приставки есть HDMI кабель, есть пульт управления, есть мышка и набор батареек для всего этого. И конечно же есть документация, чтобы изучить процесс работы данной приставки. Итак, приставка выполнена в вытянутом корпусе, довольно он стильный и интересный в виде таких вот компактного медиаплеера. Здесь основная часть у него из металла, имеется приятный текстурный рисунок. На лицевой панели кнопка с подсветкой, то есть смотрится весьма стильно, небольшая полоска, отметка 3D и с верхней части логотип производителя. Здесь же есть отметка о поддержке северо-свесов ИВИ. На обратную сторону выведен набор, здесь кстати есть SPDIF разъем для вывода звука, то есть качественный можно получить звук с этой консоли. Для аналогового подключения есть 3 разъема тюльпанчика. Есть LAN-порт для подключения к сети, есть HDMI, несъемная антенна, довольно хорошо ловит. Есть разъем для питания и по краям у приставки имеется с одной стороны 2 USB разъема, с одной стороны 1 USB разъем и отсек для SD карточки. По начинке выполнена эта платформа на процессоре HiSilicon 3718C, работа на тактовой частоте 1 ГГц, за графику отличает Mali-400MP. 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ для хранения данных. На борту операционной системы Google Android 4.2 с обновлением по воздуху. Поддерживается большинство видеоформатов, то есть никаких здесь проблем нет, я думаю, что никаких проблем и не будет. Для того, чтобы наглядно все это посмотреть, мы подключили нашу приставку TVON к нашей карте захвата на тестовом стенде и будем, собственно, управлять и проводить с самого начала как раз эту работу. Итак, мы начнем, сбросили настройки и пройдемся вместе весь этап от начала до запуска системы. Итак, здесь нам на первом окне предлагают установить язык, время мы устанавливать не будем. Здесь вот мы можем подключиться к Wi-Fi. Так, сейчас мы подключаемся к Wi-Fi и мы можем выбрать фон нашего изображения, который у нас будет. Давайте выберем что-то такое, что будет у нас относительно нейтральное. То есть вот выбираем и мы видим, что у нас все это меняется. Естественно, всю настройку дальнейшую вы можете провести самостоятельно. Итак, нас встречает окно, а здесь используется свой фирменный интерфейс, чем он, кстати, напоминает тот, который был у нас на детском планшете. То есть сейчас вот нам система при первом запуске предлагает просмотреть все это как раз настройки, изучить инструкцию в виде такого наглядного пособия. То есть здесь мы как раз вот видим по всем иконкам, то есть вот выводим иконочки, но, к сожалению, вот эти все наборы иконок в дальнейшем, как, например, на Windows 8, здесь мы их настроить не сможем. Итак, что мы видим на главном окне? Эту картинку мы будем видеть и на телевизоре. Телевизоры поддерживаются любые, бабушки на телевизоре тоже подключить можно. Итак, вот в этом углу у нас есть и сервисы. Они у нас есть и на коробке отмечены, то, что есть, наклеены. Здесь можно задать вопрос, можно посмотреть и отправить, кстати, изображение, вот я не совсем понимаю, для чего это нужно. Возможно, что приставка у вас стоит в одном месте, а телевизор для этого в другом, и по Wi-Fi вы передаете картинку. Не знаю, насколько это нужно, необходимо. По-моему, проще подключить все-таки все это по HDMI. Наверное, это есть. То есть здесь у нас вот распределено все по конкретным типам приложений, то есть для общения, для интернета, для приложений, кино, игры, музыка. То есть мы можем посмотреть, давайте попробуем, запустим игры. То есть здесь вот нас также система приветствует и уже предустановлено ряд игр. Мы нажимаем, выходим. И здесь есть у нас игры, то есть мы можем запустить эти как раз игры. Посмотреть, например, то есть каждый значок от приложений. То есть здесь вы сможете ознакомиться, если у вас есть необходимость провести как раз это обучение. Система вам поможет, так как мы все это сейчас все дело пропустим. То есть нас здесь учат. И вот, кстати, сверху, да, вот есть панель, то есть где вы можете удобно переключаться. То есть на картинке, картинка выглядит сглаженно, интересно. Все работает плавно. Попробуем, запустим. Ну вот, на самом деле, в игре проще и понятнее поиграть с помощью мышки, а не как раз вот этого пульта. То есть игры здесь запускаются. World of Tanks на этой консоли запустить не получится, а вот игры типа казуальных здесь поиграть можно. То есть вот мы видим Angry Birds. Небольшой, конечно, поклонник этой игры. Но здесь вот нужна мышка, насколько я знаю, по опыту. То есть, ну, давайте посмотрим, что это дело все запускается. То есть здесь вот нам показывается, что нужно делать. Ну, лучше, конечно, эта мышка сделает. То есть вот как-то так. Давайте вернемся на главное окно. То есть здесь мы возвращаемся. И здесь мы можем посмотреть. То есть как раз у нас выводится информация по погоде. По дорогам. И на самом деле эта система более продвинутая, чем система Smart TV, которая предлагается по умолчанию в телевизоре. Здесь мы имеем фактически планшет. То есть без этого. Здесь вот мы можем выбрать настройки. То есть какие-то специальные, например, настройки провести. Хотите, кстати, посмотрим. Вот здесь вот мы можем посмотреть. Есть, по сути, это окно для разработчиков. То есть можно включить разработку. И так. И, кстати, на пульте вот эти все три иконки Иви Фильма и Иви Музыка можно посмотреть и нажать с помощью пульта. Посмотрим. Давайте на окноровки системы. Здесь нас встречает уже практически традиционное окно от Android. Оно ничем не отличается на самом деле. И здесь никаких особенностей на самом деле нет. Вот так все это дело работает. То есть можно все это дело посмотреть. Посмотреть количество памяти свободной. То есть все это дело настроить. Вот, например, настройки экрана провести. То есть здесь вот можно выбрать изображение, включая Full HD изображение. То есть как вам удобно, так и делайте. По настройкам. Давайте еще раз зайдем на настройки. Вот единственное, что мне не очень нравится, что нельзя вот эти все иконки лишние убрать и поставить сюда. То есть вот можно как раз выбрать картинку. Выбрать город. Включить сервисы. То есть посмотреть. Провести небольшую настройку TVON Launcher 2.0. То есть вот так вот нас встречает окно. Оно мало отличается от любой, в принципе, оболочки от производителей фирменных. Но здесь именно все как раз в одном окне. Именно для удобства управления телевизором. То есть давайте, допустим, наверное, сервис попробуем и детям давайте. Вообще, что это такое? То есть вот здесь вы можете выбрать мальчик или девочка. Переключаемся с пульта на AirMouse. Давайте выберем мальчика. И здесь это мы можем смотреть мультики. То есть единственное, что вам нужен хороший интернет, естественно. То есть вы можете все это дело смотреть. Сервис довольно интересный. Я думаю, что... Давайте посмотрим, как воспроизводится видео. Сейчас все это загружается. То есть если не хватает интернета, плохо покрывает Wi-Fi, можно протянуть LAN провод. Я думаю, что у нас будет вопрос Wi-Fi, потому что работает мобильный интернет. А хотя вот уже вполне все загружается. Ну, я думаю, что мы не будем ждать и терять времени. Давайте подведем итоги. И говоря о этой приставке, мы получаем довольно интересный, хороший, слаженный корпус. Возможности подключения беспроводное, проводное тоже это плюс. Первая приставка, которая подключается по LAN проводу. Хорошая комплектация. У нас в комплекте есть мышка, воздушный пульт, AirMouse. Есть у нас, причем, комплектные сразу батарейки. Есть кабель для подключения HDMI. Все продумано, все необходимое есть. При этом вполне адекватная стоимость, сопоставимая с бюджетным планшетом. При этом мы под такую вот систему получаем. То есть, если у вас нет Smart TV, то даже если есть Smart TV, то приставка намного будет интереснее в плане возможности. То есть, здесь можно получить полноценный магазин Play Market. И что хотите, вы можете сюда поставить. И тоже никаких нареканий в этом плане не будет. То есть, не будут за вас выбирать производителя вашего телевизора, что вам можно сказать, что нет. Вот, собственно, так. Приставка TVON получает награду золота в редакции Megabzor.com. Важно, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Перечень много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Приставка в ходе работы не нагревается. Все довольно хорошо работает. Никаких явных нареканий в ходе эксплуатации замечено не было. Поддерживается Google Play. То есть, все-все-все необходимое тут есть. Очень просто работать с портами. То есть, три USB. Никаких переходников в поддержке. Вот эти же технологии нам не нужны. То есть, все вполне обычную свою периферию от компьютера сюда можно подключать. И, кстати, эта же приставка может работать в качестве точки доступа. То есть, если у вас, например, какой-то интернет получили и нет у вас дома Wi-Fi ротора, вы можете этой приставке раздать Wi-Fi. Такая вот небольшая фишка и возможность есть. Я вот делюсь с вами этой возможностью. TVON 2200 получает награду золота в редакции Megabzor.com. Важно, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Перечень много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Продолжение следует...